Как преодолеть вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия? Об этом шла речь на территории Смыслов. Пятая смена Всероссийского образовательного форума проходит в Солнечногорске. Мастерская управления Сениш, президентская платформа «Россия – страна возможностей» объединила 350 молодых политиков и управленцев от 18 до 35 лет. Перед участниками выступили главы парламентских фракций, обсуждали роль молодежи в будущем страны. Я считаю, что сам факт вот таких семинаров, сбора людей разных взглядов, но у которых одна идея служения России, он особо сегодня важен и актуален. Служение России сегодня для всех нас, победа на фронте над нацизмом и фашизмом и освоение новейших технологий есть главная задача. Ее ставил президент в своем послании, и мы обязаны ее осуществить. У нас сегодня нет проектов, где мы можем обойтись без молодежи. Нам нужно открывать русские школы, чтобы положить конец, коллапс русскому миру. Мы это можем сделать только с молодежью. Нам нужно развивать и навещание, которое у нас почти в 120 раз меньше, чем на рубеже 80-х и 90-х годов, чтобы нас было хорошо слышно в мире. В законе о молодежной политике должны быть гарантии для молодежи бесплатного обучения, гарантии нормальной работы, гарантии получения жилья, гарантии проведения досуга. Вот о чем должен быть закон. И вот эти все вопросы, конечно, по государству нужно решать. Но я уверен, вы молодые, вы со всем справитесь. У вас впереди большая светлая дорога. Многие из вас имеют большой потенциал. И вот мне кажется, сегодня очень важно каждому задуматься над тем, что нужно делать и тем, что легко. Старайтесь не идти легким путем. Дружеский вам совет. Только труд дает уважение и дает опыт, который, безусловно, вам понадобится. Продолжение следует...